Девочка, которую искали в Сочи, замешана в убийстве петербуржца. Следователи сейчас выясняют все подробности. Квартиру выдали, но вселиться нельзя. В общежитии на Донской семья самовольно заняла комнату. Медработник с ордером на руках до сих пор не может попасть в свое жилье. В переулке Тамбовский в Лазаревском районе появился газ. К жилым домам протянули новый трубопровод. В Сочи построят 15 новых школ и детсадов. Треть откроется уже в следующем году. Об этом стало известно на торжественном приеме для учителей. В следственном комитете подтвердили участие 12-летней Сочинки в убийстве и расчленении мужчины. Сегодня, 3 октября текущего года, в квартире, расположенной в одноэтажном жилом доме в поселке Новинка, Кировская района Ленобласти, было обнаружено тело 21-летнего хозяина квартиры с явными признаками насильственной смерти, в том числе с очленением некоторых частей его тела. По данному факту, следственными органами СК России и Полинобласти незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотрено статьей 105 Уголовного кодекса России. Убийство. Сотрудники полиции задержали на улице 22-летнего жителя Алтайского края и его 12-летнюю спутницу. Полицию вызвали соседи, которые заметили, как из окна дома выбираются взрослый человек и ребенок. В деревенском доме полиция обнаружила расчлененный труп. По предварительным данным, орудием убийства стал топор. На месте преступления были найдены куски мяса покойного, уложенные на сковороду. Известно, что перед своей смертью погибший добавил на личную страницу в соцсети фильм «Каннибал». Мужчина и девочка задержаны. Следователи допросили подозреваемого. Он подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Напомню, 12-летнюю Сочинку 10 дней искали в родном городе. 23 сентября она ушла из дома и с тех пор на связь не выходила. Как выяснилось, она уехала в Санкт-Петербург. Там в кафе познакомилась с 22-летним парнем, после чего пара несколько дней жила в квартире убитого приятеля. В ночь на 3 октября между хозяином и его гостями произошел конфликт. Подозреваемый несколькими ударами ножа убил хозяина. Девочка допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в спецучреждение для подростков. На Кубани с начала этого года выявили больше миллиона литров контрафактного алкоголя. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев на очередном совете безопасности. Сегодня его провели в Геленджике. Как в регионе борются с незаконными напитками и помогут ли в этом современные технологии, расскажут наши краснодарские коллеги. Сотни литров черного алкоголя ждут своего часа. Это склад временного хранения. По решению суда бутылки и кеги, скорее всего, будут утилизированы. Только на одной геленджикской базе находится около 50 тонн контрафакта и продукции, которые реализовали без лицензии. Масштабы оценивает губернатор края Вениамин Кондратьев. По мнению главы Кубани, незаконный алкоголь бьет не только по экономике региона. «Все это суррогат. Это есть вот та самая негативная репутация наших курортов, в том числе и, конечно, Геленджика. И сегодня мы должны делать все, чтобы репутация курортов наших, курортов Краснодарского края была на высочайшем уровне. А все это как раз ее и очерняет. Нужно сделать так, чтобы фальсификата и контрафакт на внутреннем рынке нашего региона не было. И мы должны конструктивно на эти меры. И такой алгоритм, который раз и навсегда поставит точку в вопросе суррогата и контрафакта в Краснодарском крае». Всего в курортном городе за этот год изъяли 70 тонн горячительных напитков. Однако это капля в море. По всему региону конфисковали больше миллиона литров алкоголя. Это на 23 тысячи литров больше, чем в 2017. Говорит это в первую очередь о качестве рейдов по злачным местам. Но работу все равно нужно усиливать, считает глава региона. Чаще всего суррогат можно купить в небольших магазинах и кафе, где отпускают продукцию на вынос. «Тут мнение, что все подобные объекты вне закона. Поэтому хочу отметить, что большая часть это организации, имеющие лицензию. Основным нарушением является реализация алкоголя в розлив на вынос, с которым мы активно боремся. В то же время под видом таких кафе недобросовестные физические лица и предприниматели без соответствующей лицензии продают фальсифицированный алкоголь. Откуда основные изъятия. Необходимо увеличить уровень легализации данной деятельности, так как деятельность предприятий, имеющих лицензию, легче контролировать». «Вот вы можете или согласиться с сегодняшним протоколом, или его дополнить, но так, чтобы на самом деле с вашей ответственностью за выполнение этого протокола, чтобы мы уже к проблеме фальсификата и контрафака уже никогда не возвращались. Но зона ответственности за результат, конечно, на вас. Иначе мы, коллеги, никогда эту пластинку не сменим. Каждый год мы будем что-то обсуждать, каждый год что-то будем делать. Мне нужны такие действенные меры, которые приведут к результату». У тех продавцов, которые не хотят соблюдать закон, попросту отбирают лицензию в судебном порядке. Кроме работы на местах, закрывать от контрафакта нужно и границы. Ведь больше всего незаконного алкоголя возят на Кубань именно из других регионов. Уже пресекли больше 140 случаев в транспортировке нелегального алкоголя. Губернатор предлагает поставить мобильные досмотровые комплексы на постах. «Краснадский край – это лакомая территория для того, чтобы все эти фальсификаты, контрафакты сюда везли. Конечно, есть и местные дельцы, но в большем соотношении его завозят в наш край. Завозят, еще раз подчеркну. Но просто так, еще раз подчеркну. Понятно, что может проскочить. Но в таких объемах проскочить, значит, есть система у тех, кто его завозит в Краснадский край. И система работает. Ну все знаем дороги. Еще раз причем. Все знаем дороги, по которым все завозится. Но ничего не делаем. Ну давайте купим Медыка. Купим и поставим. В чем вопрос? Вы только предложите действенный способ принести за него ответственность. Если вам нужно просвечивать фуры, в которых везут по вашему счету контрабанду, если уж на то пошел. Алексей Сергеевич, вот вам поручение, если нужно Медыка, и еще подчеркну, вот с Владимиром Николаевичем обсудите. И что необходимо, мы все приобретем. Даже средства его бюджета. Это тоже как поручение. И доложить. Такие меры действительно необходимы. Ведь чтобы пройти через существующие барьеры, злоумышленники идут на самые изощренные схемы. Участили случаи перевозки серо-кавказских республик, претензирающей продукции под видом растворов. Смотрите, уже сейчас новая форма. Под видом растворов для приготовления лекарственных препаратов. При проверке устанавливается, что грузополучателями эта продукция не заказывалась и не приобреталась. А такой спирт оседает в подпольных цехах. 14 таких подпольных цехов выявили только с начала этого года. Проверяют и квартирное производство. В частном секторе живет немало дельцов, которые зарабатывают на этом бизнесе. В суд направлено больше 200 материалов в этой сфере. Больше 150 человек привлекли к уголовной ответственности. Ведь некачественный алкоголь – настоящая угроза здоровью. 20 человек стали жертвами с начала этого года. Действовать нужно сообща. Ведь на кону стоят жизни людей. Необходимо обеспечить надежащее межведомственное взаимодействие. В первую очередь я вижу свою задачу именно в этом. Нужно проследить ту цепочку, о которой вы говорили. В первую очередь это профилактика и работа с продавцами добросовестными на месте, которым нужно дать возможность торговать, нужно обеспечить и не дать лихоимцам появиться на рынке нашего края. А вторая уже, если не выполняют эти требования, то оно должно жестко пресекаться, своевременно, конкретно, чтобы весь изъят алкоголь был уничтожен. Только единым фронтом, если мы возьмемся за искоренение этого зла, мы его победим. И никакой не может быть межведомственной разобщенности. Даже близко не может быть. Даже близко. Это общая проблема для всех, кто сегодня присутствует в этом совещании. Никто нас слышит и видит. Общая проблема. Еще раз подчеркиваю, это не только экономика региона. Это здоровье и жителей края, и отдыхающих. И цена очень может быть дорогая. Если у нас будет безразличие или как-нибудь кто-нибудь выкинет. Только все вместе. Остро стоит вопрос и площадок для утилизации некачественного алкоголя. В крае они не предусмотрены, поэтому приходится возить изъятый алкоголь в Волгоград или Астрахань. Но Вениамин Кондратьев ставит амбициозную задачу. Нужно сделать так, чтобы в регионе вообще не было суррогата. Ведь Кубань славится своим производством вина. И этого качественного напитка хватит не только жителям, но и отдыхающим на курортах Краснодарского края. Инна Чайко, Денис Перец и Денис Москаленко. Кубань, 24. Геленджик. Международная школа молодых ученых в сфере экономики в пятый раз распахнула свои двери. Она традиционно проводится в Сочи. Ее слушателями стали лучшие студенты экономических вузов края. Школа молодых ученых – это научный проект министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Харистофора Константиниди. Он одновременно является заведующим кафедрой филиала финансового университета при правительстве России. Поэтому в зале, кроме молодых ученых, аспирантов, много студентов, для которых организованы интересные встречи, в том числе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым и президентом фонда экономических исследований Михаилом Хазиным. Это люди с большим опытом, то есть это и люди из политики, это люди, занятые в экономике. Мне очень интересно, их было служба в прошлом году, выступали потрясающие спикеры, и в этом году я ожидаю того же самого. Будущие экономисты уже проявляют себя. Они принимали участие в разработке стратегии развития Краснодарского края до 2030 года. Кстати, работа над ней уже завершена. Документ согласован с Министерством экономического развития страны. А готовилась стратегия с учетом необходимого роста экономики России. Мы предусматриваем семь прорывных проектов. Пять связаны с трансформацией уже существующих наших приоритетов, которые это агропромышленный комплекс, это перезагрузка промышленности. Есть вот другие прорывные технологии, это экспортно-импортный хаб. Мы говорим о том, чтобы этот проект, который мы заявляем на уровне региона, он стал федеральным проектом, потому что он предусматривает те новые технологии в эту сферу, которых сегодня аналогов в Российской Федерации не существует. Во главу угла ставится кадровый потенциал. За профессионалов нынче борьба. И подобная встреча в рамках школы молодых ученых – это и смотр талантов в сфере экономики. Мы сегодня будем обсуждать проблематику современного развития, приоритетов, направлений, ну и тех механизмов, которые могут быть задействованы. Одним из основных направлений, собственно говоря, подготовки молодых специалистов является формирование кадрового резерва, в том числе и для санторно-курортной отрасли Краснодарского края и России в целом. Естественно, в ходе трехдневных семинаров, тренингов и мастер-классов речь пойдет о курортной сфере. Она основная в экономике Краснодарского края. Одна из панельных дискуссий так и называется «Туризм как драйвер современного экономического развития территории». В Сочи теория будет подкреплена практикой. Студентам покажут на курорте достопримечательности, в том числе образовательный центр «Сириус» и автомузей на автодроме. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Медработники, учителя, военнослужащие. Для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы только в прошлом году муниципалитет выделил 600 квартир. Выделяется жилье и специалистам из других городов, в профессионализме которых нуждается Сочи. Среди них нейрохирурги, сосудистые хирурги, кардиологи. В том числе, благодаря которому сочинцев отпала необходимость уезжать на обследование или операции, например, в краевую столицу. На благо сочинцев вот уже 4 года работает и фельдшер скорой помощи Елена Латкина. И ей руководство муниципалитета предложило сменить место жительства. Жилье выделили вот только новоселье. Медик никак не отметит. О причинах расскажет Инга Габешия. Елена Латкина с двумя высшими медицинскими образованиями. В 2014-м специалиста высшей категории привлекли к работе на Олимпиаде. Медик помогал отравмированным конькобежцам. Тогда Елена впервые оказалась в Сочи и больше не уезжала. Перебраться из Магнитогорска и оказывать квалифицированную медпомощь теперь уже сочинцам ей предложил муниципалитет, пообещав предоставить жилье. Елена трудится, работает старшим фельдшером на скорой помощи. Руководство города также сдержало обещание и предоставило медику жилье. Только вот живет Елена до сих пор на съеме. Ключи от муниципальной квартиры не проходят в замочную скважину. Да и в самой квартире уже есть жильцы. Мне документы дали на жилье, но я не могу заселиться из-за того, что на данных квадратных метрах проживает неизвестно для меня кто. То есть не имеющий документального какого-то обоснования проживания. На этом, в этом жилищном помещении. Ну вот, к сожалению, вот такие вот проблемы возникли. Там все очень так скандально, очень бурно проходит. Заселиться туда я не могу. Мне не хотелось бы уезжать из Сочи. Я очень люблю этот город и очень люблю свою работу. Я 24 года работаю на скорой помощи. Для меня, конечно, это была бы трагедия погибнуть в Сочи. Хотелось бы поработать на благо города и на благо населения этого города. Это Донская, 15. Дом больше известен как общежитие. Именно сюда, в 334-ю квартиру, должна въехать Елена Латкина. Но именно эту квартиру облюбовали жильцы квартиры соседней. Семья разрослась, места стало не хватать и... Самозахват. Освобождать муниципальные квадратные метры нарушители жилищного кодекса не планируют, несмотря на отсутствие документов, подтверждающих права собственности. Узнав о самоуправстве, администрация города приняла решение опечатать муниципальное имущество. Жильцам же предложили его покинуть и вернуться в свои квартиры, принадлежащие им по праву. Я вам еще раз повторяю, никогда никто не допустит, чтобы вы занимали чужое имущество. Ну вы уже занимали. Я сказала, никому ничего не дам. Семья не просто отказывается покидать непринадлежащую им квартиру, но и препятствует процессу опломбирования. По какой причине вы это делаете? По какой причине вы это делаете? По причине муниципального. Покажи мне документ. Покажи мне документ, кто приказ дал. Вы сейчас идете, мы это все сорвем. Я вам напрямую говорю. А это муниципальное имущество, вы что делаете? И тем не менее, во избежание судебного разбирательства, скандалистам администрация города предложила освободить комнату добровольно. Выдали нарушителям и письменное уведомление, в котором освободить помещение их просят по требованию собственника, то есть Елены Латкиной. В ответ упорное несогласие. Боя ситуации. Вы заняли вторую комнату. Я не занял. Я не занял. Точнее, я не незаконно занял. Я все на всех официальных, на правовом поле занял, написал. Вы получили какой-то документ? Да, только отказ. Только отказ. Мы говорим, на каком основании. Они говорят, становитесь в очередь. Законно получить муниципальное жилье действительно можно, лишь будучи очередником или жильцом аварийного дома. Законно, конечно, они могут получить эти помещения, однако же они ссылаются на отсутствие некоторых документов. Данным гражданам было неоднократно разъяснено о порядке предоставления жилья, с чего начинать, какие документы собирать и куда обращаться. Однако, мы все видели сейчас их недопонимание всей этой ситуации. Будут составлены акты по результатам сегодняшних действий, а именно срыв пломб. Эти акты будут переданы в полицию, будут составлены материалы и в дальнейшем будут сформированы дела для передачи в суд об освобождении незаконно занятого помещения. По истечении срока требования семью Язукбая выселят в принудительном порядке, а проверки по остальному муниципальному фонду продолжатся. Нуждающихся в улучшении жилищных условий в Сочи немало. И первые на очереди жители 189-квартирного аварийного дома на улице Видовая. Расселять сочинцев будут в том числе и в муниципальные квартиры на Донской 15, а таких квартир там 13. Главой города Сочи даны поручения по расселению указанного жилого дома. В настоящее время указанные свободные жилые помещения в том числе имеются по улице Донской 15. Мы со своей стороны будем вынуждены обращаться с исковым заявлением в суд о выселении данных граждан из незаконно занимаемых жилых помещениях. Хочу акцентировать, что надо расселить 189-ти квартирный жилой дом. Можно себе представить, какое количество людей там проживает в аварийном доме. Поэтому задача поставлена предельно четко, и это надо делать незамедлительно. По каждому общежитию будет проводиться работа с целью выявления свободных жилых помещений. В муниципальные квартиры в первую очередь поселят именно тех сочинцев, которые нуждаются в безопасном жилье. Ну а тем, кто просто решил расширить свои квадратные метры, придется все-таки изучить законодательство. Инга Габешия, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 5 октября в Сочи переменная облачность температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем 15-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. В переулке Тамбовский в Лазаревском районе появился газ. К жилым домам протянули новый трубопровод. Теперь владельцы частных домов смогут подключиться к центральному газоснабжению. Глава города Анатолий Пахомов лично принял работу. Газификацию ждали давно, и вот труба с голубым топливом протянулась по переулку Тамбовский. На открытие нового участка газопровода приехал глава города. Анатолий Пахомов зажег огонь специальной чаши, что ознаменовало окончание работ по газификации переулка. Жители Лазаревского района очень активны в том, чтобы попросить нас сделать разводящие сети. Это немалые деньги стоят, но тем не менее мы говорим о том, что уже более 90% населенных пунктов города Сочи газифицированы. Эту трубу протянули с переулка Теневого. Ее протяженность 2,5 километра. Уже сейчас подключиться к центральному газоснабжению смогут владельцы 40 домов на переулке Тамбовском. Жителям необходимо обращаться в Сочи Гургаз для получения технических условий на присоединение, выполнение проектной документации, ну и в дальнейшем подключение домов к системе газоснабжения. Стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 6 миллионов рублей. И теперь Сочи Гургаз готов к подключению новых абонентов. Кстати, до конца года голубое топливо появится еще на нескольких улицах и в населенных пунктах города. В частности, газ придет в дома на улице Шоссейная, Шаумяна, Пятигорское и в село Раздольное. В Сочи построят 15 новых школ и детских садов. Треть из них откроются уже в следующем году. Новые объекты – это и новые рабочие места. В первую очередь для педагогов. Тех, кто уже давно растит, будущие поколения сегодня чествовали в зимнем театре. 5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. Продолжит Татьяна Говоркова. В отрасли образования Сочи около 9 тысяч сотрудников, из них 5 тысяч – воспитатели, учителя и педагоги дополнительного образования. Лучшие из лучших сегодня собрались в зале зимнего театра. Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма, а также знаки признания и почет сочинцев. Среди тех, кто удостоился награды – руководитель Сочинского творческого объединения «Репортер» центра межшкольной работы Зинаида Сизова. За 40 лет работы воспитаны сотни профессиональных журналистов и пресс-секретарей. У меня есть знак отличия – это отличник просвещения Российской Федерации. У меня есть медаль, которая была вручена к юбилею нашего города. У меня есть грамоты и краевой нашего управления по образованию и науке, и главы города есть. Это не первая награда, но ни о чем не говорит. Моя награда – это награда и моих, наверное, учеников, потому что учитель без ученика состояться не может. Подарок для учителя, конечно, не только благодарность учеников, но и материальное благополучие. И в этой части им старается помочь муниципалитет, предоставляет служебное жилье. Уделяя в отрасли образования внимание, мы уделяем внимание будущему, потому что, в принципе, будущее будут создавать те, которые сегодня учатся в школе. Нам нужны молодые учителя. Для того, чтобы они у нас были, надо создавать условия. Поэтому город как заботился о бытии наших учителей, так и будет продолжать заботиться. 156 квартир за это время мы предоставили в отрасли образования, но планируем и дальше эту работу делать. В Сочи в год строится по 2-3 новых образовательных учреждения. В этом году открылась пристройка к 100-й школе в Адлере и школа на 400 метров Совет Кваджи. В следующем учебном году откроется школа в Дагомысе. На Макаренко появятся сразу два новых объекта. Откроется пристройка к 15-й гимназии и школа на 1100 мест в бывшем здании СГУ. В 2019 году начнется строительство еще трех школ в Эмеретинке, на Красной Поляне и на Мамайке. Вызовы большие, поскольку количество населения Сочи сильно возросло. На сегодня насчитывается 66 тысяч школьников, что на треть больше, чем 4 года назад. Цель построить 15 школ различной вместимости в различных микрорайонах нашего города. Детские сады. Да, к сожалению, у нас сейчас есть очередь. К сожалению, не справляется ни бюджет, ни темпы строительства. Есть же какие-то технологические параметры. С той задачей, которая стоит перед нами, нам также надо 15 детских садов больших построить в городе. За последнее время на курорте было построено 10 школ и 26 детских дошкольных учреждений. На следующий год поданы 4 заявки на строительство детских садов в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинских пенсионеров призывают быть активнее. На торжественном приеме по случаю Дня пожилого человека Анатолий Пахомов встретился с ветеранами труда, которые по сей день ни дня не сидят без дела. Волонтеры, члены ветеранских и общественных организаций, действующие сотрудники городских структур, многие из них получили благодарности и награды от главы курорта. Волонтеры серебряного возраста даже на торжестве по случаю Дня пожилого человека не смогли усидеть на месте. Они привыкли делиться своими эмоциями, а потому в списке награждаемых главой города именно они в числе первых. Олимпийские игры, всемирные хоровые игры, фестиваль молодежи и чемпионат мира по футболу. В каждом событии активные пенсионеры курорта играли не последнюю роль. При этом все, что они делали, делали в собственное удовольствие. У меня целый день в движении. У меня уже шесть внуков, все взрослые. Всех я воспитала, всем дала воспитание. Трое правнуков тоже уже взрослые. Поэтому я вся сейчас отдаюсь своей работе и плюс волонтерской. У нас помимо соревнований всевозможные акции по уборке города, районов. Кроме волонтеров серебряного возраста на торжественном приеме и другие неравнодушные городу пенсионеры. Все они члены ветеранских организаций. Всего на курорте сегодня 134 тысячи пенсионеров. Каждому из них городская власть уделяет особое внимание. Из местного бюджета ежегодно выделяется 45 миллионов рублей для реализации социальных выплат порядка 6 тысяч людей пожилого возраста. Это не наши полномочия. Но тем не менее депутаты городского собрания находят деньги для того, чтобы направить их на поддержку наших пенсионеров. Сочинские пенсионеры хорошо образованы, разбираются во многих вопросах, путешествуют и не собираются уходить на заслуженный отдых. Большинство, но не все, поэтому на курорте и создан социальный проект «Активное долголетие». Анатолий Пахомов настоятельно порекомендовал всем, кому за 60 присоединиться к акции «10 тысяч шагов». Если вы этот проект реализуете, обещаю вам, 6 лет добавите жизни каждому сочинцу. Мы очень этим заинтересованы. Поэтому я не зря поставил с самого начала задачу. Какую? До 100 лет в Сочи не живет только тот, кто не хочет. Еще одна настоятельная рекомендация от главы курорта – это посещение концертов и спектаклей. Культурная жизнь города позволяет дамам и их спутникам довольно часто одевать лучшие наряды и выходить в свет. Ведь положительные эмоции и активная жизнь, как известно, продлевают жизнь человека. Инга Габеши от телекомпания «ФКТ». Он любит русский борщ, солянку и обязательно вернется на побережье в качестве туриста. Сочинцев и гостей курорта сегодня приглашают на концерт известного шоумена Карла Фрирсона. Карл Фрирсон – известный американский джазмен, солист группы «Дефас». Он уже давно влюбил в себя поклонников этого стиля по всему миру. А сегодня порадует и сочинскую публику. В интервью нашему каналу Карл Фрирсон рассказал о прошедшем европейском туре, любви к еде, в том числе русской кухне, и поделился планами на отдых в Сочи. Мы гастролировали везде, по всему миру и впервые с группой «Дефас» по Германии. Туром мы остались очень довольны. А еще у меня вышел новый сольный альбом под названием «Cooking up Soul». Я очень люблю готовить, и в этом альбоме я сочетаю эту любовь к приготовлению пищи и к музыке. Что касается русской кухни, я умею готовить шубу, солянку и борщ. Когда я готовлю борщ дома, его называют восхитительным. А еще мне понравились местные морские деликатесы в городе Сочи. Вообще, я бы хотел вернуться сюда в качестве туриста, отдохнуть и насладиться солнцем, или устроить себе здесь гастротур. Ну а сегодня вечером хочу, чтобы зрители насладились джазом. Мы сыграем мои хиты. А еще я исполню несколько каверов в своем «Карлуша стайл». Своих зрителей Карл Фрирсон ждет в ресторане «Барселаньета» в 9 вечера. Вход свободный. Добавлю, что Карл Фрирсон из Сочи отправится в Краснодар, где выступит в качестве члена жюри Международного вокального фестиваля городов-поворотимов Краснодара «Имя», который направлен на поддержку молодых исполнителей. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова